Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Сквернословие про себя – это грех? Со сквернословием все понятно, в принципе. Все священники едиными устами, едиными сердцем говорят, что, конечно же, это грех. А что же быть про сквернословием про себя? Ведь мы уже многие преодолели внешние сквернословия с трудом, непросто, а кто-то не преодолел. А что же делать с этим? На самом деле это не грех, Но это свидетельство того, что ты из внешнего проявления греха перешел на другой уровень. Борьба с помыслами, борьба с желанием грех проявить, и борьба другого качества, другого уровня. Как не сквернословить? Сначала мы меняем матерные слова на слова-паразиты. Елки-иголки, укуси меня пчела, ядреные пассатижи и так далее. А потом потихонечку-потихонечку уже сбавляешься от слов-паразитов. С ними тоже непросто бороться, так же, как с аканьем, допустим, во время записи на портале Экзегет. И прочими словами-паразитами. Но иногда человек, который уже научился внешне не ругаться, про себя так многоэтажно продумывает то, что хотел бы сказать оппоненту или подрезавшему ему автолюбителю, что прямо аж чернеет. Наша задача теперь на этом уровне не материться про себя. Потому что нет-нет, да все равно вслух скажешь. Надо просто убегать от этих мыслей. Господи, помоги мне про себя сейчас ничего не сказать матерного. Это реально, друзья, это реально. Это, может быть, вопрос не одного года. Потом новостнах будет приходить. Ты там вроде бы уже в мыслях стараешься не ругаться. А что тебе приснилось? Ты так кого-то прочихвостил. Мама дорогая, ты, может, три года так никому не говорил. Но если преодолеть в том числе и мысленную брань, то и как бы в снах оно проходит. Ведь сон, в принципе, это жизнь души вне ограничений тела. И когда ты усилием воли можешь повлиять на желание души, ведь душа – инициатор всего хорошего, всего плохого, что есть в нашей жизни. Когда ты усилием тела, уста закрываешь, все-таки ограничиваешь душу, со временем она теряет навык, теряет возможности, такое яркое желание реализовать свои паскудные страсти через устатвы, от которых оправдишься, от которых осудишься. Но внутри-то остается, и надо дальше давить эту гадину. Дальше стараться мысли менять, убегать от желания что-либо внутреннее, позавидовать, обозлиться, выругаться. То есть менять обстановку внутреннюю. Да, ну, бывает, вот во сне оно приходит, и ты понимаешь, что да, только столкнись с искушением, и снова ты все выпалишь, как в старые добрые времена. И, может быть, года через три-четыре, ведь то, что ты в течение десятка, может быть, и двух десятков лет навыком делал частью твоей души, за один день не уйдет. Мария Египетская 17 лет жила в пороке и разврате, и столько лет ей понадобилось для того, чтобы преодолеть вот эту огненную страсть и желание жить в пороке и разврате. Потом уже пришла святость. Поэтому если вы матерились 20 лет и думаете, за год вы сможете не материться, в том числе и про себя, то вы сами себя обманываете. Но с Божьей помощью этот путь можно пройти, конечно, быстрее. Вопрос вашей решимости, вопрос вашей дерзновенной молитвы к Богу. Помните, что Бог слышит все, что вы думаете, что вы говорите. Он ближе к вам, чем собственный нательный крестик. Если вам кажется, что... Ну, я вслух не матерюсь, это уже хорошо. А про себя? Ну, что там про себя? Ну, кто там слышит? Слышит. Ваш ангел-хранитель слышит. Поэтому постарайтесь это преодолеть на всех уровнях. Так хорошо, знаете, друзья мои, когда речь чиста и мысли благородны. Одной страстью меньше. Хорошо же не быть рабом страстей. Хорошо не быть рабом языка. Хорошо быть рабом Христовым. Исполнять заповеди Его, в которых мы находим утешение и радость, благодушие и счастье. Давайте, друзья мои, хранить речь свою. Это и для души полезно, и для наших детей тоже не бесполезно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.